ОЧАКОВ ТВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте! Привет! Че там с погодой? Какой прогноз? Жарко. Жарко? И у нас жарко. А вот у вас сзади прогноз погоды, да, висит? Да. Циклон, а вы этот, ветеоролог? Нет, нет. Нет? Я вот в Сибири нахожусь сейчас, у нас тоже очень жарко. Шторы закрыл, чтобы солнце не сходило. У нас день. А вы где находитесь? В Сибири в июне, в июле. В июле, точнее, всегда жарко, да. Я нахожусь... Ну, июнь жарко, да. Я в Калифорнии нахожусь. А вы давно в Сибири были? Да, давно. А сами вы откуда приехали в Калифорнию? Из России. Я родом из России. Ну, Россия-то большая, а какой город может быть? Я родом из Новосибирска. А, ну, я сейчас в Красноярске, соседи, можно сказать. Хороший город Новосибирск. Да, тут, да, недалеко. Ну, сравнительно, для сибирских постоянных. Да. Теперь интересный регион. А вы давно уехали? Да, давно. Я уже больше 20 лет живу в Америке. А, ну, да. Сейчас сибирь такая. Я приехал в Красноярск, как будто во вторую Москву приехал. Вот, серьезно говорю. Настолько продвинуто здесь все. Я мог бы из окна показать сейчас. Строительство, жилое. Да не надо, не надо, не надо ничего показывать. Не надо ничего. Да не, я вот рядышком. Смотрите-ка, сейчас сибирь. Все, новые дома, везде, все. Чистенько, фонтан во дворе, фонтаны во дворах. Вот, я, кстати, в Америке жил. Правда, не в Калифорнии. В другом городе, в Нью-Йорке, конечно. Клака еще та. Но я сейчас сравниваю Россию современную. Это же Москву с Нью-Йорком. Вы жили в Америке? Да, что удивительного, вы живете в Америке. Когда вы жили в Америке? В 90-х годах, когда вы собирались уезжать, я уже приезжал. И долго в этом жили? Два года выдержал с трудом. Социал-секьюрити получил. Эмплоймент асферизейшн получил. Все, подал на беженца. Даже интервью не дотерпел. У меня была задача все-таки получить грин-карт и уехать. Но потом я увидел, что люди там по 7-8 лет сидят в этом говне. Я думаю, не-не-не, я такого не выдержу. Мы не уехал даже. Вы поняли, что вы там не потянете просто жизнь американскую, да? Конечно. Что вы там будете неудачником, неудачником будете. Среди бомжей и фриков легко быть неудачником. Да, да, что вы будете даже среди бомжей неудачником. Вы это поняли, поэтому уехали. Давайте без иммигрантской истерики. Давайте, давайте. Не истерите, спокойно говорите. Я два года прожил в Америке. Почти два года. Не-то там. Без несколько... Окей, давайте говорим английский, если вы надеялись. Я не хочу говорить английский, я хочу говорить русский. Окей? Почему dilbirse? Почему не Titans? Почему мне нужно英語? Мои... Мои языком UNCUL переехали. Мои языком lasts万 Trick НITОН PEAKS. Понимаешь? Ты понял? Да, я понял. И я работал по вечерам в ресторане в русском, а днем на стройке хуячил. Тихо, тихо, только не ругайтесь матом, не ругайтесь матом. Нет, я не ругаюсь. Я работал на стройке, вечером я подрабатывал, в пятницу, в субботу в русском ресторане на Лонг-Айленде. Получал там какие-то копейки, которые мне хватало на аренд, на покушать в дешевом магазине. Ну, там, обычную жизнь. Я не мог ничего себе позволить в Америке. Мне говорили все так, ты попал в благословенную страну, тебе повезло, тебе надо дождаться, тебе надо съесть два мешка говна в Америке ради того, чтобы остаться. Я говорю, я не хочу говно есть, я в России не ел говно. Потерпи, все будет нормально. Я ничего за два года в особенном в Америке не еду. Так вы сейчас его кусаете это говно в России. Послушайте, вы же, я же сказал, без комплекса эмигранта, пожалуйста. После того, как я приехал в Россию в 90-х, прошло уже 30 лет. За 30 лет, смотрите... Можете не показывать свое голое тело, поднимите выше экрана. Я ничего не показываю. Без истерики, эмигрантские комплексы уберите на секунду. Вы можете не качаться, сядьте, поставьте телефон, чтобы вы не качались. Не нервничайте, сядьте, сядьте, успокойтесь. Я всегда хожу, когда я с дunchками разговариваю. Смотрите. Это вы передверкивая нога не будете ходить. Вот так вот выходите, качаетесь, показываете голый тур. Вам не приятно слушать. Нет, спокойненько, говорите спокойно, я отслушил всё. Очень спокойно. Всё, говорите. Говорите, говорите. Не отвлекайтесь. Вам очень не приятно. Не отвлекайтесь. Говорите. Не перебивайте меня, не заговаривайте. Говорите, говорите, конечно. Так вы если замолчите, я начну говорить. Да я же молчу, говорите. Без попугайства, пожалуйста. Да, да, хорошо. Я вам одно предложение скажу. После того, как я приехал в Россию, я не говорю, там, квартира, машина, все это чушь. Я посетил 38 стран с целью отдыха. Просто посетил за 30 лет после Америки. Я увидел мир, я увидел, что такое нормальное существование, а не в бейсменте в Нью-Йорке, понимаете? Поэтому прекратите хвалить свою, ну, как бы, свою помойку. Так если вы были только застойны в бейсменте жить в Нью-Йорке, естественно, вы оттуда убежали. Потому что вы поняли, что вы там лузером были, лузером и останетесь. Большинство эмигрантов заканчивают moving, moving construction. Construction, этот, блядь, застарика. Тихо, тихо, не ругайтесь матом, не ругайтесь, не говорите, не ругайтесь. Там еще когда человек, не заговаривайте внизу. Не ругайтесь матом, матом не ругайтесь. Неприятные вещи об Америке слушать не очень приятно. Нет, не ругайтесь матом, я слушаю. До свидания. А, все, да? До свидания, блин. Чмошник, блин. Да, друзья, вот, ну, если кому реально интересно, да, вот, как бы... Продолжение вот этого диалога, да, вот, я имею в виду риторики, продолжение риторики этого диалога, да. Люди, которые приезжают туда изначально, могут и год, и до два, да, работать на мувинге. И что такое мувинг? Это нужно грузить мебель, ящики там и так далее в машину, перевозить в другое место, там выгружать и, там, заносить в дом, да, там. Из этого дома человек переезжает, он нанимает людей. Это мувинг. Это очень высоко... Поэтому мувингом, да, с мувингом многие начинали. Дальше, что там он еще упомянул? Construction, да, это... Construction это строительство. Ну, он на самом деле, я верю, что он жил в Америке, он говорит по-английски. И довольно бегал, кстати. Вот. Construction это стройка, строительство. Строительство... Ну, сразу человек, даже если он пойдет разнорабочим настройкам, я уже не говорю, что он профессиональный строитель, он будет получать реально большие или очень большие деньги. Даже если он пойдет разнорабочим, он будет получать сразу, близко к средней зарплате. Потому что, ну, если у него есть разрешение на работу, конечно, легально работает. Потому что это тяжелая работа. Она сопряжена, там, по крышам бегают они... Блин, мне там иногда на них страшно смотреть, да, когда они строят. Вот. Ну, там положено со страховками, конечно, там одни... Вот я себе дом, когда строил, одноэтажный, там... Ну, он высокий, правда. По крышам бегали они и без страховок. Ну, там мой товарищ был одним субподрядчиком. Он прям по таким вот балкам на высоте, там, ну... Как минимум, там, в несколько метров ходил. Причем так. С этими сумками огромными, там, с молотками разными, с клещами. Я не знаю, что у них там инструмент. Вот. За это много платят. И он субподрядчик, на которого работает несколько человек. Он богатый человек. Вот. Поэтому он просто тот, который, ну... Лузеры. Есть лузеры. Он понял, что в Америке надо работать. В Америке нельзя договориться с кем-то. За бабки, там, чтобы нарушить закон. И так далее, и так далее. Жалко, я не успел у него спросить, кем он работает. Но, судя по состоянию его зубов, у него денег на стоматолога-то нет. Такой вот он счастливейший богач в России, который сбежал из Америки, потому что там одни бомжи, как он сказал, и наркоматы. Так что, друзья, вот эти все сказки, пусть он оставит детям каким-то... Не своим, конечно. Если бы у него свои дети там жили в Америке, они бы в жизни не ухали. И бы им сказали, папа, ты дурак. Вот. Пусть рассказывает тем, кто никогда в Америке не был и не будет. И даже мечтать не может о том, чтобы побывать. Те будут с удовольствием уверить и аплодировать. Вот такие дела, друзья. Ну, вообще интересно, вы знаете, это первый человек. Вот сколько лет я в чат рулетки. Я первый раз встречаю человека, который жил в Америке. Ну, видите, он сказал, что он даже не стал ждать окончания эмиграционного процесса. Гринкарту он не стал ждать. Вот. Может быть, кстати, может быть, он врет. Может, у него что-то там не получалось с Гринкартой. Может, он остался нелегально. Вот. Какие семь лет? Семь лет – это когда люди остаются там нелегально. И когда идет амнистия, так называемая, эмиграционная. Да, это обычно проходит там семь лет, может, девять лет, может, пять. По-разному. Пока всем говорят, так, все нелегалы, вот, заплатите там штраф, там, полторы тысячи долларов, неважно. Небольшие деньги совсем для Америки. И получайте легальный статус. Получайте Гринкарту. Он говорит, я этого не стал ждать. Я думаю, что у него просто либо же не получалось оформиться, да, легализоваться в Америке. Либо он просто тот человек, который, ну, нет навыков работать. Человек не хочет. Не хочет, не может. В Америке, да, надо работать, конечно. Хочешь хорошо жить – работай. Вот такие дела, друзья. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok